Капитан Алексей Максимов и матрос Ольга готовятся к старту. Уникальность их яхты в том, что хозяин построил ее своими руками. Для команды это уже десятая гонка. В парусном спорте все решает удача и мастерство экипажа, говорит капитан. Поэтому победить может любой участник соревнований. Парус – это, наверное, призвание. Один раз попробовал и не смог отказаться. И, наверное, на всю жизнь. Для победы главное – участие. И хороший ветер. Все остальное прилагается. И мастерство экипажа. Всероссийский фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. В этот раз в соревнованиях принимает участие 20 экипажей из Самары и Тольятти. С берега за ними наблюдает группа поддержки, друзья, коллеги и просто те, кто неравнодушен к парусному спорту. Все присутствующие обычно переполнены духом победы, духом регаты, в Волге, в памяти любимого певца. И все, конечно, с удовольствием и слушают, и подпевают известные всем слова. Конечно, всем хочется пожелать победы, всем хочется пожелать хорошего настроения и попутного ветра. Белеет парус, однако он совсем не одинокий. Безмятежный вид со стороны – наивная иллюзия. Прямо за моей спиной происходит настоящая гонка крейсерских яхт по короткой дистанции. Это примерно 2,5 морские мили. Самый красивый цветной парус называется спинакер. Его достают, когда лодка идет полным ходом по ветру. Участники стартовали от острова Голодный. На результат, как правило, влияют течение реки, порыв ветра и, конечно же, удача. Борьба их смена, борьба с собой и с ветром. Все остальные друзья. Могли лучше, но не знаем. Мы боролись. Гонки всегда классные. Это же удовольствие. Бесконечное, бесконечное удовольствие. Классно. Парус вообще рулит всегда. В этом году любители парусного спорта ожидал приятный сюрприз. Изюминка этой регаты состоит в том, что 24 июля у нас впервые за много лет стартовала детская регата. И сегодня мы будем награждать ребят, юноши и девушек на награждение взрослых победителей. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями. Мнения разошлись. У кого-то все шло по плану, но нашлись и те, кто удивился результатом гонки. Планы были. Изначально расстроились, потому что не так, как хотели. Потом как все хотели, а потом резко. Планы очень сильно изменились. Я вообще ни на что не надеялась. Но потом я поняла, что гонка еще не окончилась. То, что ты можешь еще продолжать борьбу. Первую гонку мы выиграли. Я была с моим капитаном на Кадете. Первую гонку мы выиграли. Такие, так, не время расслабляться, нужно идти дальше. Вторую гонку тоже выиграли. Вот. Мы уже так чуть-чуть подрасслабились. В третьей гонке нас почти что обогнали. Но наши соперники перевернулись. Я сначала думала, что соперники сильные. Сказали, что там мальчик из Санкт-Петербурга один. Но на самом деле они слабые были. Все планы были. Все планы получились. Задуманные. На соревнованиях разыграли призы, медали, переходящие кубки губернатора Самарской области и главы Самары. А экипажу-победителю вручили специальный денежный приз – сертификат на покупку оборудования для яхт. На этот раз победу одержала яхта Санни. Ребята приехали из Тольятти. Говорят, тут важна слаженная работа всей команды. А еще – помыть лодку на удачу. Один из ритуалов – это нужно помыть лодку. То есть мы перед регатой все купаемся, моем лодку. Имеется в виду нищие. Ксения Баканова, Константин Головин. События.